Краткая выдержка из-под видовой программы людей, родившихся 7 апреля високосных годов или 8 апреля невисокосных годов. Информация представлена на мужском примере и выборочно взята из каталога человеческой популяции. Итак, данную личность можно назвать гастролером по жизни, как человека, имеющего неудержимую устойчивую потребность к постоянной перемене места. Главное для него – всегда иметь возможность активного передвижения в пространстве, постоянно находиться в пути дороги. Этот мужчина-бродяга, который любит бесконечно и бесцельно шататься где-то, неважно где, неважно зачем. Он стремится путешествовать, не быть ни к чему и ни к кому привязанным. По большому счету его интересует только он сам. И ничем не связанным, особенно необходимость целенаправленных усилий, которых требует любая трудовая деятельность. Основной направленностью данной личности является вести сугубо праздный образ жизни, продаваться самым различным удовольствием, нарушая практически все допустимые нормы приличия. Этот заядлый турист, которому работать некогда, потому что он всегда в пути, имея философию Альфонса и прекрасные актерские способности, вкупе с постоянным желанием кому-то, что называется, упасть на хвост, этот человек с удовольствием станет в жительное содержание – женщины, собственных родителей или кого угодно. Жизнь Альфонса дает ему самое ценное с его точки зрения – возможность ничем не заниматься, нигде не работать, болтаться без дела, развлекаться, гулять, слоняться и делать это весело и с впечатлениями, желательно с приключениями. Этот мужчина жаден до любого рода приключений и развлечений, в том числе с криминальным уклоном. Его смело можно назвать отчаянным экстремальщиком, человеком, вечно ищущим экстремальных ситуаций. Он действительно нуждается в том, чтобы экстремальные ситуации присутствовали в его жизни всегда. Поэтому, наконец, найдя что-то интересненькое с его точки зрения, он без долгих раздумий ввязывается в эту ситуацию как бы случайно. Если же ничего интересного с его точки зрения на горизонте не предвидится, эта личность создаст экстремальную ситуацию, что он называет собственными руками. Во-первых, индивидуальные личностные особенности этого мужчины, такие как необыкновенная вспыльчивость, простецкая заносчивость, надменность, гордость и бесцеремонность, позволяют ему достаточно легко такие ситуации создавать. И в этих ситуациях он будет иметь желаемые неприятности. А во-вторых, он является искусным провокатором. Подурачиться не в попад, пошутить над кем-то якобы не сазово, а с удовольствием нахамить, или же откровенно поиздеваться над окружающими. Все это для него не проблема, даже в радость. Особенно если учесть его ярко выраженные садистские наклонности. И в-третьих, этот человек по природе боец, который всегда поднимет брошенную на перчатку, никогда не пропустит ни одного вызова среды, моментально и с удовольствием откликнувшись на любой из них. Диапазон возможных неприятностей или экстремальных ситуаций, выступающих как последствия действия данной личности, может быть достаточно широк. От банальной пьяной драки, синяка под глазом и лоббитого зуба, до кровавого поножовщина. Задержание сотрудниками правоохранительных органов, ночью в обезьяннике и заведении уголовного дела. Кстати, в отличие от других людей, к примеру, провести ночь в подобном месте для него не проблема. Более того, именно привлечение к себе внимания сотрудников милиции, как таковое частенько, является для него вполне допустимым. А иногда и желательным элементом общей увеселительной программы, которая может проходить по типу «напился, подрался, отсидел». Его могут задерживать и даже арестовывать сколько угодно. Именно этого он как раз отбивается. Его жизнь, это его жизнь, для него это нормально, для него это лишь очередное развлечение. Это и есть с точки зрения этого человека крутой оттяг, веселье на всю катушку. Этот мужчина имеет ярко выраженные криминальные наклонности, ярко выраженную асоциальную направленность. Он безбашенный разбойник с большой дороги, который способен творить беспределы везде, где он появляется. Это натуральный бандит с кисеньем за пазухой, который постоянно находится в поиске места людей, которых можно использовать в смысле наживы. То есть активно ищет возможности поживиться за чужой счет. Не имея абсолютно ни малейшего желания трудиться, зарабатывать деньги в поте лица своего, он большой любитель взять необходимое для себя из среды, что называется, на халяву. То есть бесплатно, обманом или силой. Если данная личность в качестве своего основного жизненного пути выберет криминал, то ему будет все равно, как, в какой форме и в какой сфере реализовать свои преступные наклонности. Ему по душе абсолютно все имеющиеся виды криминальной деятельности. Воровство, различные виды мошенничества, хулиганство, разбой, убийство и так далее. Кстати, для этого человека, в том числе, если он выберет путь криминала, не существует никаких сдерживающих факторов. Что характерно для данной личности, он не боится того, что его изолируют в местах не столь отдаленных. То есть не боится тюрьмы как наказание. Дело в том, что даже тюрьма, рассматриваемая личностью, воспринимается как увлекательное и захватывающее приключение. Тюрьму этого человека не запугаешь. Напротив, для него личное пребывание в тюрьме имеет даже некоторые преимущества. К примеру, он воспринимает тюрьму как местонахождение в комфортной для себя криминальной среде. Заключение позволяет ему быть среди несчастных, что является очень комфортным и привлекательным для него. И самому всегда иметь повод для непрекращающихся страданий. Тоже неплохо. А зачем я на свет появилась, а зачем меня мать родила? Спасти, то есть каким-либо образом отвести данного человека от тюрьмы или криминала, способны либо вооруженные силы, желательно спецвойска, в которых он может служить, выбрав карьеру профессионального военного. Либо серьезные, желательно профессиональные занятия экстремальными видами спорта. К примеру, таким видами, как экстремальный спуск со снежных склонов, прыжки с трамплинов, участие в автомобильном сафари по пустыне типа Кэмэл Трофи. Подобным образом он сможет реализовать свои бойцовские качества и стремление к экстремальным ситуациям, несколько в ином русле. Вопрос о том, по какому пути развития пойдет данная личность, как всегда, зависит не только от жизненных обстоятельств, но и от ее культурно-образовательного уровня. Именно от этого зависит круг его общения, степень вовлеченности в ту или иную деятельность, интересы. Даже путешествовать и развлекаться, получая необходимый опыт, можно по-разному. Можно кочевать с малин на нары, либо со страниц одной увлекательной книги, к примеру, про экстремальные или криминальные приключения на другую. Можно перемещаться от изучения одной области знаний к другой, либо с телеканала на телеканал, просматривая фильмы-боевики, или лениво потягивая пивко. А можно с удовольствием путешествовать в своем внутреннем мире, в мире собственных ментальных философских конструкций. Выбор, как всегда, зависит от масштаба действий, который этот человек сам для себя выберет. Зависит от целей, которые он сам себе поставит, от путей, по которым пойдет. И если вас заинтересовал краткий обзор данной личности, и вы захотели получить полное описание этого или любого другого человека, многократно превышающего по объему информацию, которую сейчас вам изложила, обращайтесь.